Добро пожаловать в Церковь Живой Поток! Мы продолжим говорить на тему, которую мы начали на прошлой неделе. Она называется «Проверка на прощение», часть вторая. Большинство христиан считают, что у них нет проблем с непрощением. Но я хочу попросить вас о чем-либо. Позвольте Богу шанс, возможно, поговорить с вами сегодня. На прошлой неделе я задал вам такой вопрос, что такое духовное самоубийство или духовный суицид? И ответ был непрощение. Непрощение ведет к духовному суициду. Как вы думаете, что легче, простить кого-то, кто ранил вас? Или принять прощение, или простить того, кто ранил вас? Мы сегодня наблюдаем, что дети не прощают родителей, супруги не прощают друг друга. Одиноким мамам очень трудно простить. Иногда христиане не прощают. Ран, боль и непрощение — это испытание всей жизни. Я всегда считал, что единственный грех, только один грех есть, который Бог не прощает. Я всю жизнь мою так знал об этом. Это хула на Духа Святого. Но сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам, что есть два греха, которые Бог не прощает. Первый грех, который не прощает Бог — это хула на Духа Святого. Второй грех — это когда мы не прощаем других. Библия нам говорит, что ты не можешь получить прощение. Ты не можешь быть прощен. Это непрощенный грех. Библия говорит, Эфесянам 4.32 Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Одно из значений Прощение — это отпустить. Прощение — это нелегко, и прощение не для слабых людей. Прощение — это знак истинного мужа или женщины Божьей. Для тех, кто не был на прошлой неделе, мы сделаем быстрое повторение прошлого урока. Непрощение — это непрощение в нашей повседневной жизни. Мы имеем с этим дело каждый день. Иногда в нашем сердце мы прячем горечь. И это как токсины в нашем теле. Очень часто мы говорим, я ничего не имею против нее или против него. Но я уверен, что вы слышали. Когда ты говоришь к человеку, И он говорит, я ничего не имею против него. Но он или она продолжает и продолжает И рассказывает о том, что с ним произошло в жизни. И что к этому человеку умеют. И он повторяет и повторяет, что я ничего не имею против него, но продолжает рассказывать. Знаете, что я убедился в своей личной жизни. Что не важно, как долго ты был христианином. Ты можешь прятать рану в своем сердце. Ты можешь отвергать и говорить, что это не моя проблема. До сегодняшнего дня, пока ты не можешь признать, что у тебя есть проблемы с непрощением. Но горечь и Божье присутствие не идут вместе. Горечь и радость не могут жить вместе. Боль и горечь, и счастье, оно не существует вместе. Биттерность и христианство, они не имеют ничего общего между собой. Даже иногда есть опытные христиане. Они имеют боль или борются с болью и раной внутри. Мы часто не имеем радости. Не из-за того, что мы такие серьезные, святые. Но из-за того, что у нас есть боль, горечи в нашем сердце. Часто, когда мы что-то говорим своим детям. Они говорят, мама, я не хочу это делать. И мы говорим, это не речь не о том, что ты хочешь. А речь идет о том, что нужно правильно делать. То же самое с непрощением. Речь не идет о том, как ты себя чувствуешь и что ты хочешь. Речь идет о том, что правильно. Римлянам 12 сказано, Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Знаете, есть вещи, которые зависят от вас. Насколько это зависит от вас, будь убедись в том, что ты попросил прощения и простил других. Второй пункт, который мы обсуждали на прошлой неделе, это последствия непрощения. Первое последствие непрощения – это раздражительное поведение. Обычно это относится к супружеству. Когда человек раздражен, он может кричать. Он очень так яростно себя защищает. Это одно из знаков. Это симптом непрощения. Второе последствие – это одиночество и печаль. Сделай себе доброе. Прости других. Я еще раз хочу повторить. Мы не говорим об услуге кому-либо. Сделай себе. Для себя сделай услугу. Прости людей, и ты будешь намного легче себя чувствовать. Ты будешь намного счастливее. Ты заметишь, как твое лицо, твое настроение изменится. Твои глаза зажгутся. Это есть прощение. И когда я сделал исследование об этой теме, я обнаружил, что есть проблемы со здоровьем, когда у человека есть непрощение. И это идет от светского исследования. Третий знак непрощения. Зло растет внутри нас. Обычно мы охладеваем, и приходит зло. Оно растет. Когда мы не прощаем быстро. Часто, когда мы берем какое-то время для прощения. Еще раз повторюсь, что это очень легко и заметно в супружестве. Когда тебе необходимо простить супруга или супругу. Иногда рана настолько сильна или больша, велика, что ты считаешь, что тебе нужно время, чтобы простить. Но из-за того, что ты живешь с несовершенным человеком, на следующей неделе этот же человек может ранить вас вновь. Поэтому через две недели нужно уже простить две вещи вместо одной. И чем больше ты берешь время для прощения, это проходит такой процесс аккумуляции. И потом перед тобой задача простить намного больше, и это все сложнее. Вот почему нужно прощать быстро. Не бери много времени, никогда не уделяй время, и не думай над тем, прощать или нет. Не думай, что время исцелит и время лечит. Время не поможет, наоборот, все станет сложнее, и ты станешь холоднее. Еще одно последствие непрощения. Мы становимся лжецами, когда мы молимся молитвой, очи наш. Матфея 6, 12, it says, Матфея 6, 12, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Или при молитве, очи наш, мы должны пропустить эту часть. Или нам нужно лгать. Библия говорит, что это тоже грех. То есть это в любом случае ты проигрываешь. Еще одно последствие непрощения, это отделение от Бога. Мы попросту теряем взаимоотношения с Богом. Даже несмотря на то, что мы читаем Библию, молимся, ходим в церковь. Но Библия говорит на Матфея 5, 24. Оставь там дар твой перед жертвенником, пойди прежде, примирись с братом, и тогда приди и принести дар твой. Итак, прежде чем тебе идти молиться с Богом, поклоняться Ему, пойди примирись с братом твоим. Другое место Писания говорит, что насколько это зависит от тебя, живите в мире со всеми. Если ты попросил прощения, но человек не простил тебя, тогда ты свободен. Иди с миром, молись, поклоняйся, служи. Потому что ты со своей стороны все сделал, если ты попросил прощения. Другой симптом непрощения. Люди могут стать даже одержимыми. Вы будете удивлены. Но я был сам лично свидетелем такого. Работая с подростками, непрощение даже в молодых людях может их повести к этому. В списке великих грехов. Как зависимость, наркотики, порнография и так далее. Люди иногда доходят до такого, что они могут видеть бесов, они их мучают, приходят по ночам. И после работы с этим человеком какое-то время, они признаются, что у них есть горечь, непрощение кому-либо. И это уже годами длится. Это очень опасное состояние в христианской жизни. Следующее последствие в том, что ваши молитвы не будут услышаны Богом. Можете себе представить христианина такую ужасную новость. Мы молимся каждый день. И, конечно же, мы все надеемся, что Бог услышит наши молитвы. Но Библия говорит, что молитвы твои не будут услышаны, если ты не прощаешь. Библия говорит, Но когда ты молишься, прощай. Марк 11, 25 Когда стоите на молитве, прощайте. Прощайте, если что, имеете на кого-либо, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваших. Притча 15 Библия нам говорит, что Бог слышит молитву праведников. Это означает, что молитву неправедных Бог не слышит. Но если вы не будете прощать, вы делаете грех. Бог не может этот грех простить. И как последствие этого Бог не может слышать вашу молитву. Это ужасная новость для любого христианина. Неважно, какого возраста вы. Непрощение, это ужасно для нас, и мы должны это понять. Непрощение, оно ведет к войне. К разделению. К разводу. Это как атомная бомба. Когда она взрывается, она приносит много разрушений. Если мы живем в непрощении, ты вынужден быть двуличным христианином. Ты становишься профессиональным лицемером, потому что ты улыбаешься, ты руку пожимаешь. Но внутри у тебя горечь против него или нее. Это яд, отрава в нашем теле. И это грех. И теперь мы приходим к третьему пункту. Как практически прощать. Это вторая часть. Причины, почему люди не прощают. Может быть, вы можете себя исследовать. Первая причина — это гордость. Или эгоизм. Вторая причина — это ревность или зависть. Третья причина — что человек или не знал, что нужно простить, или не знал. Другая причина — это люди думают, что они просто не могут прощать, даже если они готовы прощать, но они думают, что это невозможно. Человек готов простить, но думает, что не может простить. И я думаю, что самая большая причина, почему люди не могут простить, я хочу добавить для опытных христиан большая причина самая. Они не признают то, что у них с этим есть проблема. Потому что мы все теорию знаем, все Евангелие мы знаем. Давайте скажем, если мы считаем, что у нас нет проблемы с непрощением, тогда я попрошу вас помолиться следующей молитвой с вами. Дорогой Господь, я уверен и знаю, что я простил всех и каждого. Я не обижен ни на кого. У меня нет никакой горечи. Если у меня есть это, пожалуйста, дорогой Господь, накажи меня за это. И, пожалуйста, ответь мне на эту молитву. Кто готов молиться такой молитвой? Две руки подняли. Помните, вначале я вам сказал, что дайте Богу шанс поговорить к нашему сердцу. Может быть, у нас и есть эта горечь внутри. И нам необходимо молиться, сказать, Господь, пожалуйста, открой, если это есть у меня, вскрой это. Иногда, когда у нас есть непрощение кому-либо, мы принимаем решение. То есть мы избираем другие методы, чем библейские. И один из методов, это игнорирование. Или мы называем это, так называемое, время лечит. И мы просто решаем не иметь с этим никакого дела. Но нам необходимо с этим иметь дело. Нам необходимо столкнуться с ним. Нам необходимо кому-то сказать, что я прощаю тебя. Даже если это было очень давно. Даже если этот человек больше в Джексонвиле не живет. Вы можете отправить текст, можете имейл отправить, или по Фейсбуку отправить сообщение, и извиниться. Когда было последний раз в вашей жизни, когда вы перед кем-то попросили прощения? Если это было очень давно, это значит, что вы совершенный человек. Но обычно, по нашей жизни, нам необходимо часто просить прощения. И я хочу попросить вас, друзья, дорогие братья и сестры, если вы помните, что вы кого-то ранили. Даже если это было пять лет назад. Пожалуйста, попросите прощения. Скажите, я прошу прощения своим родителям, своим детям, своей супруге, либо там за океаном. Скажи, я прошу прощения. Ты почувствуешь, что что-то другое. Ты приобретешь благочестие внутри себя. Слава Богу за прощение. Нам необходимо это делать чаще. Когда ты получишь от кого-то текстовое сообщение, я прошу прощения, пожалуйста, не игнорируй это сообщение. Прощай. Всегда прощай. И если ты не уверен, за что просить прощения? Особенно после ссоры. Тогда спроси другую сторону. В чем я должен перед тобой покаяться? Он тебе, конечно же, поможет. Или она. Если ты до сих пор не знаешь, если ты до сих пор не видишь, может быть, ты слишком горд. Просить прощения не всегда означает, что ты неправ. Это означает, что ты ценишь своими взаимоотношениями больше, чем своим эгоизмом. Взаимоотношения не могут долго существовать без постоянного прощения. Итак, мы подходим к пункту номер один, который называется «Как практически прощать?» Помни и убедись в том, насколько много тебя простил Иисус. Помни и убедись, насколько много Иисус простил тебя. И из-за того, что Он простил тебя, сделай услугу себе и Иисусу и прости друг другу. Представьте себе справедливый Бог, Он накажет тебя за всякий раз, когда у тебя проблемы с гневом, каждый раз, когда ты накричал на кого-то, обманул, каждый раз, когда ты кого-то судил или сплетничал, когда ты борешься с грехом или с зависимостью, представьте себе, каждый раз на твои ошибки Бог тебя наказывает. Мы бы уже просто не жили. Но Бог исполнен милости, и поэтому мы все еще живы. Если ты знаешь кого-то, кто совершил грех при любодеянии в своей жизни, их нужно побить камнями, но Бог полон милости. Бог простил нам, их, но очень часто после маленьких ссоров люди могут простить, несмотря на то, что Бог их простил намного больше. Библия говорит нам в Нееме 9,17, но ты, Бог, любящий прощать. У нас есть Бог прощения, который любит прощать. Псалом 102 говорит, что Он прощает все беззакония. Иеремия 31,34. Я прощу беззакония их грехов, и уже не вспомяну более. Слава Богу за это. Это то, что обещает нам Библия. Я прощу твои грехи. И Библия нам говорит, что никогда более, больше никогда не вспомню. Даже если ты повторишь этот грех, я не напомню тебе вновь. Это значит, чтобы простить, это значит забыть. Но теперь нам нужно поработать с нашей памятью. Знаете, люди очень часто жалуются на плохую память. Но то, что меня шокирует, когда речь идет о боли и непрощения, память вдруг такая яркая. Особенно у пожилых людей, у которых из-за причин медицинских у них проблемы на самом деле с памятью. Но если кто-то его или ее ранил, сверхъестественная память появляется. Какая у нас память? Итак, когда мы прощаем, иногда мы не забываем. Или мы не можем простить. Или мы думаем, что невозможно забыть. Я уверен, что вы слышали о наркоманах, которых Бог изменил, простил и полностью изменил. Или человек, который зависим от алкоголя, приходит к Богу, Бог его меняет, его характер меняется совершенно. Если для Бога возможно изменить наркомана или алкоголика, я верю, что есть возможность возможно для Бога поработать с нашей памятью. Кто из вас когда-либо молился молитвой, которая относится к памяти? Я помню, я однажды так молился когда я был в колледже. Бог, пожалуйста, помоги мне запомнить все эти лекции и чтобы у меня, по крайней мере, пятерка была за все мои тесты. Вот такая вот молитва у меня была в отношении молитвы, памяти. Но потом я убедился, что я никогда не молился перед Богом. Никогда не просил Бога, Бог, пожалуйста, сотри это с моей памяти. Помоги мне простить. Я не хочу только лишь простить. Я хочу забыть. Забыть навеки. Пожалуйста. Если ты имеешь контроль над моим здоровьем, над моим телом, над моей жизнью, поработай с моей памятью. Вы когда-либо молились с такой молитвой? Если вы никогда этого не делали, попробуйте. Вы не можете быть убеждены, что это не сработает. Я верю, что Бог может помочь, если мы приходим и admitим. Если мы признаемся перед Богом и признаем это, то я верю, что Бог поможет. Еще другая картина, хороший пример непрощения. Это огонь, который загорелся внутри вашего дома. И если внутри вашего дома пожар, рано или поздно крыша рухнет. И все сгорит дотла. Итак, если ты принимаешь решение прощать, ты вбегаешь внутрь дома и ты тушишь пожар. Что потом произойдет? Вы увидите дым. Он еще какое-то время будет присутствовать. Но твое было решение и твой выбор был потушить огонь. Так что это правда, когда мы прощаем, мы прощаем, но дым еще остался какое-то время. Это время исцеления. Но помните, твои руки должны затушить огонь. Или все сгорит дотла. Прощение это как идти по перекладинам турника. Чтобы двигаться вперед, тебе нужно отпустить одну перекладину, чтобы перейти в другую. Прощение. Второй пункт, как мы можем практически прощать. Просто повинуйся Божьим повелениям. Библия говорит, Колоссиным 3.13, Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого-либо имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Итак, если вы не прощаете, вы просто не повинуетесь, ты не повинуешься Божьему повелению. Или твое послушание Богу, или не послушание Его Слову. Третий пункт, как практически прощать. Позволь Богу принести справедливость в твою жизнь. Очень часто жизнь, она несправедлива. Если ты пережил это на себе, я разочарую вас, простите за плохую новость, может быть, вам снова придется пойти этим путем, потому что жизнь несправедлива. Мы очень часто думаем, что он несправедлива, она несправедлива. Но Библия говорит нам, Ламентации 3.59, Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Н. James, it says, О, Господи, Вы видели, как я ошибся, Другой английский перевод говорит, О, Господи, Ты видишь, насколько я запутался или неправ, рассуди дело мое. Итак, когда ты сталкиваешься с несправедливостью, помни, что у тебя всегда есть выбор или взять все в свои руки и добиться справедливости, или позволить Богу принести справедливость, может быть, потребуется время, потребуется смирение с твоей стороны, и будет нетерпение, You will become a better Christian. То есть, ты разовьешь терпение, долготерпение, и ты станешь лучшим христианином. There's many benefits to it. Есть много очень вспомогательных. Otherwise, it will cause damage to you and to the other person. Или, тогда у тебя будет разрушение в твоей жизни и в жизни другого человека. Let God handle that matter. Так что, позволь Богу позаботиться об этом. If you thought that it's hard to trust God with finances, если ты считаешь, что трудно Богу доверить свои финансы, if you thought it's hard to trust God with healing, если ты думаешь, что Богу трудно довериться с исцелением, I'm here to tell you that it's also hard to trust God with justice. Я сегодня также хочу сказать, что со справедливостью также трудно довериться с Богу. But this is our calling. Number four. Pray for those who offend you. Молитесь за обижающих вас. I believe it's a big practical step. Proof of forgiveness. The Bible says Luke 6.28. Pray for those who hurt you. You know, we have a prayer in our church every Monday. Знаете, каждый понедельник у нас есть молитва. And sometimes we ask people, who have needs? Please let us know who will pray with you. И иногда мы спрашиваем, у кого есть нужды, скажите нам, и мы помолимся. I often travel to other churches. Знаете, я часто путешествую по разным церквам. I have not been to even one prayer meeting I have not been to even one prayer meeting I have not been to even one prayer meeting I have not been to even one prayer meeting I have not been to even one prayer meeting Было ли когда-то в твоей жизни, что ты молился за кого-либо, молился за человека, который тебя ранил? Я помню, как однажды в моей жизни, помните, я делился с вами с непрощением, которым я боролся, и однажды я решил попробовать, попытаться молиться за человека, который меня ранил. Мне потребовалось время, и когда я себе сказал, хорошо, начну благословлять этого человека, вдруг появилась сумасшедшая жажда, мой рот просто пересох, я не мог молиться, я не знал, что со мной произошло. И потом я продолжал молиться за свои нужды. С этим не было проблем. Как только я начинаю принимать решение благословить человека, опять пересыхает горло, и как будто нечего сказать. Очень сложно. Но только ты начинаешь благословлять и молиться за этого человека, и с Божьей помощью я смог это сделать. Когда я встал с колен с этой молитвы, я почувствовал такую разницу. Я почувствовал свет. Я почувствовал, как большое бремя свалилось с моих плеч. Практические шаги. Прей for that person. Молись за этого человека. Please be sure to pray. Пожалуйста, убедись в том, что ты молишься о нем. И ты увидишь. Big, big difference in your life. Огромная перемена в своей жизни. Point number five. Пятый пункт. How to practically forgive. Как практически прощать. Do good for those who offend you. Делай добро тому, кто тебя обидел. The Bible says. Библия нам говорит. Matthew 5, 44. Matthew 5, 44. Do good to those who hate you. А я говорю вам. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящих вас. There's also an example about a relationship between spouses in Proverbs 31. Пример о взаимоотношении между супругами в притчах 31 главе. 31, 12. It says, a virtuous wife, she does him good and not evil all the days of her life. Притчам 31, 12. Здесь речь идет о благочестивой жене. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Other translations, it says, an excellent wife. A wife with a noble character. Другой перевод говорит, что превосходная жена. Жена с великим характером. And what's interesting, it says, she does good all days of her life. И здесь, что интересно, сказано, что она делает добро во все дни жизни своей. Is it possible? Возможно ли это? I think it's impossible. Я думаю, что это невозможно. Unless you forgive quickly. А только в том случае, если ты быстро умеешь прощать. The only chance, how you can do good all day of his life. Единственный шанс, чтобы делать добро в его или в ее жизни. And not pay back with evil. It's when you forgive. Это когда ты прощаешь быстро. Let's read Matthew 5, 44 again. Давайте еще раз прочитаем Матфея 5, 44. Jesus said, but I say to you, love your enemies. Иисус сказал, а я говорю вам, любите врагов ваших. Those, I'm adding, those who offend you. И я добавляю, те, которые вас ранили. Благословляйте проклинающих вас. И я добавляю, те, которые обзывают вас. Те, которые сплетничают о вас. И благотворите ненавидящим вас. Have you ever tried to do good to someone who offended you recently? Пытались ли вы когда-либо делать добро человеку, который недавно вас обидел? Sometimes we practice hospitality with my wife. Иногда мы с супругой моей практикуем благотворительность. То есть гостеприимство, простите. It's a biblical thing, I encourage you to do so as well. Это библейский принцип, и я ободряю вас также делать гостеприимство. And often we invite random people from church. И иногда мы приглашаем совершенно разных людей. Like two, three couples. Два, три, две, три пары семейных. So one day, we invited two, three couples at our house. And of course, you know, preparation. My wife, she cleaned. She went to do groceries. She cooked. She served. And I did the rest. Она служила, а я все остальное. And then, А потом, After we had that good fellowship, После такого хорошего общения, I met one of the couples later, Позже встретился с одной супружеской парой, Очень, Через короткое время после визита к нам домой. И один человек этот подошел ко мне и сказал, Ты знаешь, Богдан, I was mad at you for a long time. Знаешь, Богдан, Я очень долго был во гневе на тебя. У меня была такая боль в моем сердце. И я просто хотел, чтобы ты знал об этом. Что я хочу тебя простить. Я был в шоке. Я даже ему десерт предложил. Без, даже не зная этого. Он меня ненавидел. And then I thought, What if I knew? И потом я подумал, А что если бы я знал? I would not only, I wouldn't offer him a dessert. Я бы не только ему десерт не предложил. I wouldn't even invite him to my house. Я бы даже домой, наверное, Его не пригласил. But praise God, I didn't know. Но слава Богу, что я не знал этого. И я сделал ему добро. To that couple, To that family. Я сделал этой семье, И этой паре добро. И это восстановило взаимоотношения. Поэтому это действует. Делайте добро. И может быть, однажды, Ты встретишь человека, Который скажет тебе, Я хочу тебя уже простить. А ты об этом даже не знал. Вот, как добрые дела восстанавливают взаимоотношения. Представьте себе, Вы идете в магазин и покупаете цветы. И кассир улыбается и спрашивает у тебя, Как дела? По какому поводу? А ты отвечаешь, Знаете что? Я настолько зол на свою жену, Что уже третий раз, Сегодня, И третий раз я так зол на нее, Поэтому я покупаю ей цветы. Я не уверен, Как бы отреагировала кассирша. Она бы, наверное, сказала, Хорошего тебе дня. Удачи, спокойно. Но это библейский принцип. Делай добро Для тех, кто тебя ранит, Кто тебя ненавидит. Делал ли ты что-то доброе Человеку, На которого ты был зол в своей жизни? Даже кофе Starbucks. Это уже будет большое дело для тебя. Тебе всего лишь 5 долларов Потребуется заплатить. Но сердце перевернется на место. Делай добро. Молись и делай добро За тех, кто ранит тебя. Это Божий рецепт Быть свободным от непрощения. Братья и сестры, У меня есть добрая вещь для вас. Будьте готовы принимать подарки От кого-либо От кого вы совсем не ожидаете. Потому что я знаю и уверен, Что кто-то будет последовать В этом совету библейского местописания. И это принесет радость И наземление на небе. Шестой практический шаг Как прощать? Попроси у Бога помочь тебе простить. Да, попроси, чтобы Бог тебе помог простить. Да, вы правы, вы не можете простить. Ты сам не можешь это сделать. Знаете почему? Потому что непрощение Оно естественно Оно естественно Оно естественно Это сверхъестественно А непрощение Это естественно А прощение Это не естественно Это против твоей природы Это против твоей То есть разногласий С твоей греховной природы Итак, если ты не можешь простить Не удивляйся Ты еще находишься В своей греховной природе То есть в своем греховном теле Но когда ты прощаешь Это что-то сверхъестественное Это сверхъестественное Это приходит от Бога Не из-за того, что ты такой Стал хороший и добрый Но ты только можешь иногда Простить через Иисуса Христа В Филиппийцам 4.13 For I can do everything Through Christ Who gives me strength To forgive I can do everything Again, I can do everything I can even forgive Only Through Christ Только Христос If you don't have enough strength Если у тебя нет достаточно сил Он может тебе помочь If you have this negative spirit That bothers you If you have this negative spirit That prevents you from enjoying life Который удерживает тебя От радости к жизни Потому что ты постоянно думаешь Об этих слабых местах Или как бы характер Прощения Об ошибках А прощения означает Отпустить И идти вперед Апостол Павел He says I am forgetting Everything that is behind Апостол Павел говорит Я забываю Все заднее И устремляюсь вперед Ты не можешь двигаться вперед Если не забудешь То, что позади И у нас большой багаж позади У нас Так много лет позади Которых мы не стерли с памяти Но Библия нам говорит Если мы хотим идти вперед Апостол Павел говорит Я простираюсь вперед С одним условием Я забываю, что позади И тогда я двигаюсь вперед Итак, прощение Это необходимо забыть С Божьей помощью И мы это сможем Прощение в христианстве Это дважды два Если ты до сих пор с этим Пустишься Если ты до сих пор страдаешься этим Тогда мы должны признать Что мы всего лишь начальные христиане И последний пункт номер семь Как практически прощать Следуй примеру Иисуса Христа Он простил Он простил нас народ Хочу поделиться вам одной историей Которая была при войне в Югославии Очень ужасно Когда братья Воюют против друг друга Одна семья Одна супружеская пара Пришли к ним в дом солдаты Они убили мужа сразу Даже не спрашивая его имени И потом они решили сделать что-то ужасное Они не убили маму Они убили всех детей Но солдат привязал мать к дереву И он хотел, чтобы она видела Как он издевался и убивал ее детей И матери все это надо было видеть После этой трагедии Конечно же, женщина потеряла мужа и всех детей И она приняла решение стать миссионеркой И она сказала Мне все равно нечего терять Поэтому я посвящаю свою жизнь Богу Тогда она не была христианкой Но потом она посвятила свою жизнь Иисусу Христу И решила стать миссионеркой И однажды И я не знаю, сколько лет прошло Но однажды Она проповедовала в одной маленькой церкви И потом она сделала призыв к покаянию И никто не двигался И вдруг Она заметила Мужчину В самом конце церкви Она узнала в нем солдата того После долгой паузы Она подошла к нему И она сказала Я помню тебя Ты тот Который Сделал эту кровавую завесу перед моими глазами За многие годы Я хочу, чтобы ты знал Что я прощаю тебя Это огромный мужчина Он просто рухнул Перед всеми И люди все начали каяться Это могущественное свидетельство Миссионера Могущественное свидетельство Прощения Нам необходимо следовать Вот этим примером Нам необходимо следовать Великим примером Иисус Когда висел на кресте Какие его последние слова были Какие его последние действия Какие последние добрые слова были Он простил Он простил своим солдатам Он простил фарисеи Он простил всех своих людей Он простил и дал нам великий пример Как прощать Even though nobody asks him for forgiveness И помните Even if you're laying in bed Even if you can't move If you're paralyzed If you're crucified If you're almost dead You can always forgive Ты всегда можешь прощать И это прощение имеет великую силу That's what I call true Christianity И это я называю истинным христианством I call that true Christianity Я это называю истинным христианством It's not the beginning stage of Christianity Это не начальная стадия христианства Это истинное христианство When we come before God Когда мы приходим к Богу And we say God И мы говорим Бог What if Что если I'm hiding this bitterness inside of me Please reveal that to me Пожалуйста вскрой ее Говори ко мне I don't want to live in that sin in my life I don't want to come to your throne I don't want to lie to myself I don't want to stay here on earth I want to be in heaven If you can't forgive Stop dreaming of heaven If you cannot be in heaven If you will not forgive We must forgive We are called to forgive Give God a chance To talk to you right now And ask you And ask him to help you On the screen you can see All practical steps Of forgiveness Seven points You can take a picture if you want to And then You can ask God To please help me with that Help me to do that Help me to forgive Help me to be forgiven myself And the only condition to be forgiven Is to forgive others In the name of Jesus Christ Hebrews 9.22 The Bible says For without the shedding of blood There is no forgiveness So we are blessed Because we don't need to shed our blood Because Jesus Christ The Son of the living God He already shed His blood on the cross For you and for me He forgave you and me And if you are sitting here In this church now And if you have not given If you didn't give His life Your life to Jesus yet Remember That He shed His blood on the cross For you To give you forgiveness Of all your sins So you could be forgiven And so you could forgive others And I would like to ask everybody Let's please stand up Let's pray church Давайте будем молиться, церковь And if you know That you need to forgive someone And if you know That you need to forgive someone Please See that person Please See that person Call that person Call that person Text that person Text that person Admit Admit And receive that joy If you have not Experienced God's presence For a while If you have not Experienced God's presence For a while Bitterness and God's presence Cannot live together You can dream about holiness And God's presence But the Bible says That you have unforgiveness If you're not sure Please ask Ask around Ask around It will be a big step God will see And appreciate that step That it leads to her We're making an effort And for a while You're making an effort And please Christians And remember How much Jesus How much Jesus For a while We're making an effort Amen To be continued To be continued To be continued